Всем здарова, с вами Найт, и мы продолжаем проходить бесконечное лето и историю двух студентов, и мы какого-то хрена в прошлой серии, точнее в конце прошлой серии оказались на заброшке. В прошлой серии мы как раз знакомились с лагерем, то что мы сюда попали, и Ольга Дмитриевна нас так радушно уже встретила, и плюс еще в прошлой серии узнали то, что кондукторы могут служить в эдакой вселенной платформы 9.34, которая просто с вертухи переносит совенок. Как бы замечательно, замечательно, а мы и погнали дальше. Немного подождав, чтобы прийти в себя, я пошел обыскивать старый лагерь на наличие бухла или Сани, но рассчитывая на бухло хотя бы найти, или Ольгу Дмитриевну. Нашел я Саню в одном из комнат на втором этаже. Он спал в обнимку с ржавой трубой, сжимал в руке фиолетовый дилдо и промотал себе под нос следующее. О, Феликс, а твоя рука стала такой длинной и грубой, не терпится ее испытать. Ну, Саня в своем репертуаре, как говорится, нужно его остановить, пока он не начал ей в себя тыкать. Так, Саня, подъем, ебаный ты шашлык. Саня, хватит там всякие трубы в себя совать. Нам идти нужно, Саня. Он вроде бы проснулся, но был явно не в лучшей форме. А зачем куда-то идти? Мне и тут хорошо, тут Феликс. Какой Феликс? Ты, блин, глушак от москвича обнимал. Какой Феликс? Ты бы сейчас этот глушитель в дырку начал бы драть. А? Ты хоть подумал об этом, Саня? Подумай о будущем. А где Феликс? Да нам это еще предстоит узнать, так что пока идем, мне нужно найти Мику. Хорошо, двинули. Кстати, а почему на тебе только трусы и то не твои? Да забей, самому тоже интересно. Надеюсь, что Мику меня помнит, хотя киберпедики и вожатые нас запомнили. Так что и она должна, особенно она. Ну, пошли. Ух ты ж. А тут что-то изменилось под названием Генда Хуйло. Придя на площадь, мы сразу заметили, что что-то тут не так. Ну, во-первых, мутанта Голубя Василия, который охуясь какой огромный, и на башке у Генди стоит. Второе, это там вроде бы трусы на голове Генды. Я, кстати, не понимаю, почему, зачем и откуда они там взялись, но да ладно. Памятник Генда был весь в чёрных пятнах, и у него не было одной ру... Кстати, я это и не заметил, то, что он как Мона Лиза. Точнее, как эта... Как эта, Венера Миловская, вроде бы у неё там рука не было. Но не суть. А также на нём были заметны чьи-то трусы. Ещё на нём сидели голуби, и из-за этого на Генде было много помёта. А разве тут не должно быть что-то по-другому? Не-не, всё нормально. Ты уверен? Блин, Саня, и тут с 2015-го всё так и было. Ладно, поверю. Мы не стали тут задерживаться и пошли дальше. Соседи, ну хули вы долбите-то? Хотя время ещё не поздний час, так что, блин, суки, всё-таки по закону всё делают, твари такие. Ладно. Идём пока дальше, ищем Мику. И тут мы увидели Алису, сидящую на ступеньках, и она плакала. И через несколько секунд после нашего прихода она нас заметила и резко изменилась в лице. О, они вернулись, бегите! Она себя ведёт довольно странная интересность. Чего это она? Мне чё-то тоже интересно. Типа, Ольга Дмитриевна... Ну, Ольга Дмитриевна, это понятно, что она сшарахалась. Вот. А другие-то пионеры... Почему нас шарахаются, типа? Ну, кроме педиков, разумеется, они на своей волне. Я повернул голову в стол и на носа, и вопросительно посмотрел на него. Он сразу понял мой вопрос и ответил на него. Да хуй её знает, обкурилась, наверное. Ну, пусть будет, по-твоему, пусть будет. Может, она всегда была такой. Хрен узнает. Ладно, мы пошли к клубу Мику, и сам не знаем, куда шли, но вышли к музыкальному клубу. Мику должна быть там, давай зайдём за ней, а потом вместе поищем Феликса. Хорошо? Договорились. Только не нужно сразу на неё набрасываться и изнасиловать. Я не хочу каждые 30 секунд ждать, пока ты закончишь. Пиздец, как смешно. Да, да. Голтам Эврист и хуев юморист. Сказал я довольно странной интонацией. Вообще-то сейчас было обидно. На 30... А, не 30 секунд, а 35! Ой, ну прости, на 5 секунд всего лишь обделил. Ладно, забыли. Мы сделали пару шагов в сторону клуба, 30-секундный, сказал он в полголоса, Слышь, Саня, ты сейчас получишь свой двухсантиметровый кое-куда, сейчас въебало получишь, вот это я имел ввиду. Нам дико фартануло, и здесь было Мику, и Феликса, не пили чай. Из-за стук двери они повернулись в нашу сторону. Андрюша, Сашка, Мик! Субтитры создавал DimaTorzok Я уже, блядь, думал, что это не кончится, но горнобед решил иначе. Я сейчас охуел. Блин, хоть у меня наушники такие, то что, чтобы нормально себя слышать, они немного выкнуты у меня из уха, из ушей, да, из ухей. Но, блин, это так громко было, то что если бы они были на мне, я бы оглох сейчас нахер. Я уже думал, что никогда это не закончится. О, уже обед, так быстро, вы, наверное, голодны, пойдем в столовую поедим. Там все расскажете, хоть время и быстро пролетело, но я уже проголодалась. Пожрать я всегда готов. Ну, по крайней мере, мы выяснили то, что Савенок, по идее, как тот. По крайней мере, ой, это Андрюхина тянка тут, Саняна тянка тоже тут. Как бы, ну, только немного надписи не хватает. It's a trap, это ловушка. Мику схватил меня за руку и потащил в столовую. Так и не задав мне дни, Саня, не сказай хоть слово. Ну, ладно, пошли, как говорится, на чистый желудок, ой, на чистый, на забитый желудок, говорится, намного лучше. Стоп, а тут этот Артемыч Темыч будет, типа, повар, со своим фирменным какао. Хоть благодаря Мику мы примечали в столовую со скоростью света, но там уже было полно народу. Два варианта, либо они тут на полчаса остановятся и ждут, пока откроют столовую, либо они тут спавнятся вместе со звуком горном. Мы подошли к раздаче еды. О, знакомые старые люди! О, привет, вы где пропадали-то два дня? Он наклонился ко мне и стал говорить шепотом, чтобы Мику и Феликс не слышали. Как прошла ваша битва с педофилом? Неужели я с ним на два дня молотились? Сам только не понял, но я помню, попробую вспомнить и рассказать, только не сейчас. Ну, это понятное дело. Зайдёшь ко мне после обеда вместе с Аней, хорошо? Как бы снова не забыть, со всей этой суматохой, которая здесь происходит, всегда я о чём-то тут забываю. Постараюсь, но ничего я обещать не могу. Блин, у меня до сих пор звон в ушах стоит вот от этого Мику трендежа какого-то. Я просто уже, нихуяся, как громко. Кафец. Постараюсь, но ничего не обещаю. Мне кажется, то, что соседи сейчас, которые скрутучали, я начал так орать, они охуели. Артём налил нам какао, и мы пошли искать свободный столик. Свободных столов не было, но ждать я не собирался. Как-то хотелось очень поговорить с Мику. Я подошёл к одному из столов и сказал пионерам, сидящим за ним. Так, встали и съебались отсюда быстро. Они без вопросов встали и ушли. Ну, какой послушный советский народ всегда идёт за одним вождём. Терпила, еба. Ну, типичные-типичные жители рай... Кхе-кхе. Ладно, что-то вырвалось такое. Ну, рассказывай. А, уже можно? Сказал я с небольшой улыбкой. Да, конечно, конечно. На самом деле нечего рассказывать, мы с Саней просто пошли в бомбоубежище в поисках чего-нибудь интересного и нашли там склад бухла. А дальше уже можешь сама догадаться. Я стараюсь всё очень аккуратно подбирать слова, чтобы не сказать ничего лишнего. Похоже, Мику, как и я, ничего не помнит о битве с педофилом. Вот только она напрочь всё забыла, а у меня лишь размыты отрывки воспоминаний. Бомбоубежище? Ой, а мне недавно сон при него приснился. Там была я, Саша, Феликс и какой-то не очень приятный мужчина. Кажется, что дрались, но потом я плохо помню этот момент. Ну, кто-то сделал цыганские фокусы и ебанул гранатой. Я понимаю тебя, Мику. Хорошо, что это был сон, а то там был бы плохой конец. И сон был такой реалистичный, я даже проснулся со слезами на глазах. И мне было немного страшно. Или не забыла. Мику, хватит болтать, а то еда остынь. Кушай давай, жри. Жрать подано, пожалуйста. Ой, точно, совсем забыла. Я ведь со мной часто такое случалось, да? Успеем ещё наговориться. Феликс, а ты чем занимался всё это время? Да, ничем особом. Потом расскажу, если хочешь. Мы, наконец, начали спокойно есть. Но тут прогремел взрыв. Ух ты ж, ебаный. Ну вы-то что тут опять делаете? Чтоб вандрюх вам опять пояснил то, что вы не тут битву устроили, а? Кот Гес грёбаный. Лелуш, вперёд, мои подстанцы. Не дадим этим жалким британцам дальше осквернять наши земли. Ёб твою мать, ложитесь, этот дебил, блять, сюда пришёл. Ааа, не шмаляйте. Феликс прыгнул на сани и повалил его на пол, попутно хватая его за член. А Мику ей повалил на пол, попутно хватая её за грудь. Ну, как говорится, каждому своё. Не дадим сверти наших братьев быть напрасной. Отомстим за наши и на их народ. В столовой раздался ещё один взрыв, влезу ударной волны, которые в тарелке со стола улетели в стены. Мои макарошки! Мои макарошки, блять! Они испортили мои макарошки! Убьют! Я их всех убьют! Никто не посмеет портить мои макарошки! Из-за злости я начал сжимать руку в кулак. Ай, не так сильно! Ой, я совсем забыл, что моя рука находилась на груди Мику. Бля, я сделал ей больно, но с другой стороны эта мягкость и упругость успокоили меня. Ну, как подушка антистресс. И теперь я никого не буду убивать. Ну, по крайней мере, 5-10 минут, 5-10, 15-го, точно. Так, сейчас быстро поднимаемся и валим отсюда. Выпрыгнем через 100 в выбитое окно, понятно? Да! Когда пошли? Мы с криками побежали к окну. Фух, пиздец, нахуй, я чуть не обосрался. Не, нашли место, где биться, короче говоря. А что это было? Это мой старый знакомый, Лилуш. Я ему в последний раз объяснил, куда идти. Почему он, блядь, ещё здесь? Нахуй ты с ним вообще общаешься? Он же конченный. Не то, чтобы общался так. Виделись пару раз. Он проводил пару таких битв в лагере. У него всё плохо с ориентированием на местность. Я ему уже говорил, что Япония не здесь. Но он, как видимо, неисправим. Нас всех чуть не убил. Стой сдержаться от него подальше. Да ладно тебе, он неплохой парень. Просто иногда теряйся, как ты по дороге в Шарагу. Я просто теряюсь, а он устроит поле боя посреди столовой. Ой, всё, закрыли тему. Давай лучше сходим на пляж, посидим там в тишине, в спокойствии. Ты с Феликсом, я с Мику, что ты думаешь? Думаю, что это неплохая идея. Так что, давай, пошли. Никто возражения не имеет? Нет. Да я тоже не против. Но почему на пляж? Есть много других тихих мест, например. Ложишь на остатки или на окраине домиков. Или ты хочешь на пляж из-за чистого воздуха? Так в лесу он гораздо чище и приятнее. А может ты хочешь туда из-за запаха воды? Тогда да, нужно на пляж, а может... Так, пошли на пляж, баба. Не спорь со мной. Я потянул её к себе и поцеловал. Мику, умница моя, идём на пляж, а потом можно и на лодочную станцию, в лес, и куда только пожелаешь, только не нахуй. Хорошо. А точно сходим туда, куда я захочу? Обещаю. Но сейчас мы идём на пляж. Ловлю на слове. Да, всё-таки это самое пиздатое место в лагере. Посреди столовой, конечно же. Ой, не могу не согласиться. Пойдём, посидим на берегу. Ну пошли, пошли. И сидели они двое, четыре пацана. Сидели как тихий огонь и вода. Чё-то я вспомнил сейчас эту хуйню, но... Как бы, может быть оно кстати или нет. Мы сидели на берегу и долго говорили о разных вещах. Мы говорили о том, чем Мику и Феликс занимались эти, как оказалось, два дня, которые у меня с Саней не было. Как они нас искали и гадали, что случилось. Потом пришла наша очередь рассказывать. Ну а разве мы могли сказать им правду? Нет, нам ещё не хватает смелы для этого. И всё же, зачем нам лишние вопросы? И в этом случае, если они поверят, то это маловероятно. Как бы мне хотелось им всё рассказать, но этого не случится. Наверное, находятся здесь и сейчас, пробитого с педофилом, и не хотела вспоминать. Но всё же интересно, что же тогда произошло? Почему я и Саня мало что помним, а Мику вообще кажется, что это сон? Ну и хорошо, пусть дальше так думает. Последнее, что я помню, это взрыв. Как он возник, кто его устроил? Да, действительно, кто же его устроил-то? Не будем показывать пальцем и писать в комментариях. Ну, если вы хотите, то напишите в комментариях, кто же устроил этот взрыв. Будет очень интересно посмотреть. А плевать, главное, что мы сейчас здесь, и педофила не видно. Надеюсь, что он и не появится. Надеюсь, я тоже. Ну что, мы с Феликсом сходим кое-куда. Вы развлекайтесь тут. Встретимся на ужине. Удачи вам! Ой, почему Саня любит животных? Ведь по факту Феликс кот. Причём породистый. Породистая и скотина такая. Ладно, у каждого свои вкусы. Андрюш, ты мне обещал, что после пляжа мы сходим туда, куда я захочу? Обещала обещание своё выполнять. Так куда ты хочешь? Давай сплавим на остров. Там много вкусной земляники, и оттуда чудный вид на закат. Ну, в принципе, я не против пожрать землянику, и как бы я сейчас не проголодался. Ну, ради такого можно и сплавить. Пойдём к лодочной станции. А вы пишите в комментариях, как вы с едой смотрите видеоролик, или просто без еды. Если смотрите с едой, то приятного вам аппетита, и, как говорится, приятного вам, опять же, аппетита. Как бы это странно ни было сказано, но, как говорится, всё, мы погнали на остров. Правда, тогда идём скорее. Вообще, я не убедитель смотреть на закат и ходить по всяким зарослям в польской землянике. Но раз уже это доставляет большое удовольствие Нику, то я готов на всё. Ну, пошли, как говорится, не будем мять известные места, пойдём на остров и будем налюбоваться оттуда поездом, закатом. Кстати, я бы очень хотел, чтобы было как-то связано что-нибудь, что-нибудь из модов с железной дорогой. Типа, залезть на поезд, посмотреть, как мы оттуда будем съёбывать, посмотреть на вид из совёнка, ой, на совёнок, который там будет. Было бы очень даже прикольно. Потому что в бесконечке 3D я пытался до поезда дойти, запрыгнуть, уехать, хоть какие-то ебеня, и была бы отличная эта ачивка, типа, съебись на поезде отсюда. И всё, и было бы очень даже здорово. Мы довольно быстро дошли до лоршин-станции, а по дороге я обдумывал, как бы не облажаться. Чёрт, как же нам доплыть? Я же никогда в жизни в руках весла не держал. Может, приложить здесь, плавать до острова и вплавь, но под таким предлогом, и как себе это сказать? Не-не-не-не, это тупо. К тому же я и плавать нормально-то не умею. Давай возьми вон ту лодку. Как пожелаешь. Мы подошли к лодке, Мик усел в неё, отвязал лодку, после чего сел в неё сам. Так, я видел, как это делается, попробую повторить. Я оказалась совсем не сложным и не хитрым занятием. Сначала я тупил, но потом я быстро освоился. Блин, а это замечательный фон, можно было бы его на превьюшку поставить. Хм, интересно, интересно. Или самому состряпать превьюшку из спрайтов и всякой ненужной хуйни. Чтобы и не было скучно, плыть дорога, ведь нам близкая. Надеюсь, что мне хватит сил доплыть до острова, а иначе придётся остаться посреди этого бесконечного океана. Ещё нужно молиться, чтобы здесь не водилась акула. А то я боюсь акул, они больно кусаются. Я-то это точно знаю. Меня уже кусали. Правда, мама говорила, что это была маленькая пиранья. Но эту пиранью я называл, сука. Как же Мик все-таки красиво поёт. Её ангельский голос у меня успокаивал. Мысли о всяких кучах сучах уходили. И о усталости от гребли я совсем не чувствовал. Слушиваясь в её прекрасный голос, я совсем потерял счёт времени. И не заметил, как соседи опять нахуй начали стучать. Всё, вроде бы заткнулись. И не заметил счёт времени, как мы приплыли к этому месту назначения. Мику, я тебе уже говорил, что ты прекрасно поёшь. Сделай что-то ещё раз для меня. Тебе правда понравилось? С радостью спою для тебя лично. Буду очень благодарен. После нашего короткого диалога я напомнил, что на этом острове обитают кое-какие дикари. Блять, а что если мы наткнёмся на дикарей? Я же с ним не справлюсь. Может приложить Мику плыть обратно в лагерь? Не, мы же здесь только высадились. Ладно, в прошлый раз я встретил их глубоко в лесу. Поэтому будем находиться возле берега. Ну что, давай сходим в глубь острова за земляникой, а потом вернёмся сюда. Сука! Я совсем забыл про это. Нельзя идти туда. А не то, с высокой вероятностью и третьим дикарей. Они отымеют Мику, потом меня. Но самое главное и меня. Лучше не будем далеко заходить. Соберём на окраине. Ты же, наверное, и сама не хочешь далеко возраста идти. Вдруг к чёлке и порвёшь. Это да, хорошо. Походим недалеко отсюда. Кстати, я ещё в столах хотел тебя спросить. А почему на тебе только трусы? Зижак тут решил сбросить для тебя лишнюю одежду. Так проще. Ладненько. Возьму на слое, как говорится, да? Нам повезло, что земляника тут была чуть ли не на каждом шагу и не пришлось идти далеко. Видимо, и это поэтому то, что пионеры тут не частые гости, а дикари не любители землянейки. Сбор этой вкусной ягодой занимал у меня довольно много времени из-за того, что 80% отправлялось мне сразу в рот. Наконец, собрав силу воли в кулак, я начал просто собирать, а не есть. Хотя на самом деле никакой воли не нужно было. Просто я уже успел набить свой желудок. Хорошо тут, а я всегда с собой ношу трёхлитровую банку. Ведь если бы она не была, то нам не было бы кое-куда складывать землянейку. Да, долго же мы ходили по лесу уже вечерей. Андрюша, смотри, видишь, я же говорил, отсюда чудный вид на закат. Не, я, кстати, даже по цвету кору вижу то, что закат охерительный. Напишите в комментариях, кому нравится розовый закат. Как по мне, розовый закат и розовый рассвет – это самая охуительная вещь. Да, прикольные воспоминания у меня сейчас нахлынули о том, как я впервые посмотрел Е3. Хотя мне было в этот день надо было идти на подготовительный по обществознанию перед экзаменом, но да, хуй с ним. Андрюша, смотри, видишь, я же говорила, что отсюда чудный вид на закат. Я поднял свою голову к небу и посмотрел на закат. Мы с Мику вместе сели на песок. Невольно я ушёл в свои мысли. А ведь правда, в этом что-то есть. Наверное. Мне не понять. Ведь раньше я смотрел только на кавай, на аниматян, на мониторе, а в частности на Мику. Поэтому и не было дел для того, что происходило на улице. И не зря я верил, что встречусь с ней, увижу свою Мику. Находясь здесь, я сначала вспоминаю свою прошлую жизнь. Как страшный сон. Пугать лишь то, что это была реальность. А то, что происходит сейчас, можно назвать сном. А это, в свою очередь, наводит на мысль о том, что я могу в любой момент проснуться. Не-не, я не хочу отсюда возвращаться ни за что. Пусть я проведу в этом цикле вечность, но это всё равно разлучит того прогнившего мира, откуда я пришёл. Ну и ещё из плюсов я и говорил то, что в прошлой серии то, что халявная еда, свежий воздух, халявное жильё. Девчонки, можешь ходить куда захочешь. Красота. Только интернета нет, да и всё. Но я думаю то, что и, как говорится, хуй с ним. Там сочинения Ленина какие-то есть, да и всё. Да, почти те, что лежат у меня под столом. Но, как бы, это совсем уже другая история. Прыгнившего мира, откуда я уже пришёл. И я понял, что захожу слишком далеко в себя и путаюсь зря. Ох, блин, а что ты Мику тут делаешь? А, да, мы же с ней час сидели. Поэтому я открыл глаза и просто обнял Мику. С чего это это вдруг? А разве нужна причина для того, чтобы обменять свою любимую? Любимую? Ты ещё спрашивай. Конечно, я тебя люблю. Больше всего на свете. Спасибо. Ведь я тебе должен говорить спасибо хотя бы за то, что ты есть. Она положила свою голову мне на плечо, и мы продолжили смотреть на закат. Теперь я вижу. Вижу, что закат действительно прекрасен. Особенно тогда, когда смотришь на него рядом с любым человеком. Андрюша, а тебе не хочется поплавать? Я так устала сегодня. Мне хочется поплавать и смыть себе эту усталость. Это действительно помогает. Уже вечер, плавок нету, возможно, будет холодно. А плавать, если это время я проведу с Мику, то, в принципе, плевать, можно. Ну, пошли. Мику сняла себе пионерскую форму, а я бы последовал её примеру, но на мне были только трусы, поэтому я просто подождал её, а потом последовала я за ней в воду. Конечно же, без шалости не обошлось. Но, как без этого? Она брызнула в меня водой, я крикнула, и сука, холодно. Не моим стилей тигры, так что поступлю так, как сделала раньше. Мику, ты повторяешь старые ошибки. Да, это какие же? Сейчас напомню, я прыгнул на неё, схватил за грудь, и мы вместе с ней ушли под воду. Ох ты ж, блин, вот это что-то новенькое. Так, так, а это мне сюда придётся цензурить. А это, это, фу, это кака. Так вот, что ты говорил, дурак, не делай так больше никогда. А не то, а не то, я сделаю что-нибудь нехорошее, вот. Ну, ладно, если бы и так просто брызнула меня водой. Ну вот так, зачем? Говорит так, будто злится, сама улыбается. Хе, забавная картина. Но невольно опустив гляд ниже, я заметил более занятное место для пристального изучения. Похоже, что я случайно снял с неё купальник, а она и этого пока не заметила. Пусть остаётся так пока что. Как говорится, всё тайное становится явным, но лучше пока не сейчас. Тем временем Мику продолжала тараторить без остановки. Ты в меня попал? А? Да, 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 понял. Чего тут непонятного? Всё понятно и просто. Ещё и красиво, будем жить вместе. Заставлю всех, да, так по дому ходить. Вот и хорошо, что надеюсь, что ты усвоил этот урок и запечатлел его в своей памяти. О, да, я это хорошо запомню. Ты как-то странно говоришь и взгляд опу... Ах ты сука такая! Блин, спустя некоторое время она раскрыла... Бака! Она потянула их к моему лицу руками, видимо, чтобы закрыть мне глаза, но потом решила опустить меня под воду. Она так сгодится. Но мне всё равно, милашка. Вынырнув, я заметил, что Мику уже нашла свой купальник и успешно надел его на себя. Мику, ну зачем ты так за мной? Я же ничего плохого не сделал. А ты злишься зря, не надо даже так. Говорил я и не мог перестать улыбаться. Всё-таки такие игры в воде не могут меня не радовать. Ты вглупо пялился на мою голову и грудь и даже не сказал об этом. Если тебе так хочется, то мог бы просто попросить, я бы показал. Вот, от чего сразу Бака злится, а? Я не понимаю. Аниме пересмотрел, где там Бака, Нани и Хуяни. А чё, так можно было? Почему сразу не сказала? Ты просто не спрашивай вообще, а почему я должна тебе про такое говорить? Вдруг ты подумаешь обо мне плохо. Такое не говорят в каждом углу, знаешь ли. Мику, хватит слов. Раздевайся. Ух ты ж, блин, я надеюсь то, что... Не, 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 ничего не показывайте, ничего не показывайте. Я и вы думаете то, что представить всё это хорошо сможете. Спустя энное количество времени мы с Мику довольны и удовлетворённо лежали на песке. Фуу, ну ты прям бешеный. Зачем нужно было так на меня накидываться? Сама виновата. Сначала начала со мной играть в воде, потом это диалог о своей груди. Мы что, на этом острове одни оказались и вообще? Условия идеальны для того, чтобы проснулась моя боевая ярость. Тогда мне следует так больше не делать, а то твою боевую ярость очень сложно успокоить. Даже не думай. Может это... Ну ещё разик? Снова? Ну я не против. Как же я рад этим словам. Это точно не сон? Надеюсь, что это не сон. Давай, Мику будем играть в эти игры до утра. Разворачившись со всеми делами на острове, мы стояли на пляже и искали Саню с Феликсом. Теперь на мне не было даже трусов. Они были утеряны в порыве страсти. Жаль, я уже успел к ним привыкнуть. Зато теперь на мне был шикарный лист папоротника. Это как этих греческих богов изображали то, что... Этого... Адама и Деву. То, что прикрывался Адам только леском. Леском хер пойми чего. То ли клёна, то ли не клёна. Ну леском какого-то дерева. Вот мог бы Андрюха сказать то, что если кто на него будет накидываться, то что в таком виде то, что... Я как божество тут хожу. Не надо. Что ж, похоже, встретить их здесь не удастся. Пойдём поищем их. Я не знаю. Интересно, чем они занимаются всё это время? Думают, что они провели время лучше нас с тобой? Хе, я так и не считаю. Но мало ли, они очень интересная личность. Кто знает, что могло в их голову прийти? Она, похоже, говорит меньше, чем знает. Что знает-то она, чего не знаю я? Кстане вопросов нет, дебил. Он в Африке дебил, а вот Феликс... Феликс, я даже не задумывался о том, что он здесь делает. Ну ладно, не буду спрашивать Мику об этом, всё равно ничего не скажет. Хочешь ещё прогуляться? Вообще-то с меня хватит, но если она хочет... Не, мне нужно сходить в душевые и помыться после речки. А потом хочу немного поиграть на музыкальных инструментах в своём клубе. Что ж, тогда тут и разойдёмся и встретимся на ужине. Буду ждать с нетерпением. Вот и отлично. И снова я в гордом одиночестве. Чем бы заняться до ужина? Артём просил к нему зайти и поговорить о педофиле. Пожалуй, так и сделаю. Ну что ж, я, пожалуй, приостановлю тут прохождение и продолжим уже следующие серии. С вами был Натя. Если вам понравилось данное видео и хотите больше видео по Бесконечному Лету, по Цуки Химе или по какой-то другой игре, в которую вы бы хотели, чтобы я поиграл, оставляйте своё мнение в комментариях. Всегда обращу внимание, всегда прочитаю, всегда прислушаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok